Лимит совести в городе выявлено нецелевое использование бюджетных средств. Работы по укладке асфальта даже не производились. Кто свернул не на ту дорогу? Круглая сумма бобруйчанка регулярно воровала у отчима. Девушка делала ставки в казино. Сколько успела спустить на ветер игроманка? Опасная стихия в районе неспокойно участились пожары. Стопка горит у нас, быстрее приезжайте. Есть ли пострадавшие? Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 7 минут. Засекайте. Закатали совесть в асфальт. В Бобруйске выявлено нецелевое использование бюджетных средств. Более 40 тысяч рублей было выделено на благоустройство дороги в городе. Однако строительная организация решила распорядиться финансами на свое усмотрение. Руководитель ремонтно-дорожного предприятия и заказчик давали подчиненным указания на изготовление заведомо ложных документов. В результате был оформлен акт с дачи приемки и ввода в эксплуатацию объекта, на котором работы по укладке асфальта даже не производились. Возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий. Сделай ставку. Девушка регулярно воровала у бывшего отчима. 64-летний бобручанин обратился к правоохранителям за помощью. С пенсионной карты пропала внушительная сумма – около 5000 рублей. Сотрудники выяснили, к хищению причастна экспатчерица потерпевшего. Девушка имела доступ к реквизитам и систематически брала средства без спроса. На чужие деньги девушка делала ставки в казино и оплачивала доступ к онлайн-играм. Возбуждено уголовное дело. Случайность или неосторожность в Бобруском районе на неделе сгорели постройки. В начале 11 вечера 22 января жители деревни Виноградовка сообщили о пожаре хозяйственного здания. Сотрудники МЧС без промедления выехали на вызов. По прибытию спасатели обнаружили открытое горение. Хозяева находились на улице. Стихию быстро укротили. Уничтожена кровля, повреждены стены, потолок и некоторые имущества. Пожарную деревню Виноградовка, дом 28. Стопка горит у нас. Быстрее приезжайте. В ночь на 26 число жители агрогородка Горбацевича сообщили о возгорании сарая. На месте происшествия спасатели быстро расправились с пламенем. Частично повреждены кровли и стены постройки. Причины устанавливаются. Крупный чек в школе кассир регулярно брала из кассы магазина в собственный карман. 29-летняя задержанная промышляла на протяжении нескольких месяцев. Использовала хитроумную схему. Брала у покупателей плату за товар, а после оформляла возврат у некоторых покупок. Деньги забирала себе. Таким образом продавец совершил охищение более 16 тысяч рублей. В Могилеве 24 января под колесами авто погиб школьник. Все случилось вечером. Десятилетний мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Когда ребенок практически оказался на тротуаре, его сбила машина. Предварительно установлено, в момент случившегося светофор не работал. В отношении 61-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека. Госавтоинспекция призывает родителей провести беседы с детьми на тему безопасность на дороге. Одежда школьников должна быть оснащена свето-возвращающими элементами. Водителям необходимо проявить предельную внимательность при проезде пешеходов, во дворах, вблизи школ. Это была Сирена. Ну а больше новостей ищите на нашем канале в Ютубе и соцсетях. Я Кристина Рианц. Увидимся через неделю. СИРЕНА